У чебоксарцев, желающих заняться велоспортом, появится такая возможность. В столице откроются бесплатные точки велопроката с двумя тысячами велосипедов. Передвигаться по городу велолюбителям тоже станет проще. Специальные полосы на российских дорогах – подарок от правительства России. Новость об организации в Чебоксарах бесплатных точек велопроката, появившаяся в сети, вызвала большой интерес у граждан. Правда, вместо того, чтобы внимательно изучить информацию и понять, что это первоапрельская шутка, посетители сайта стали обсуждать средства, выделенные на закупку велосипедов. 7,5 тысяч на один велосипед? Сколько же я потеряла в жизни? Никогда не ездила на велосипеде дороже двух тысяч. Неужели 7,5 – мало для велосипеда? Мало или много 7,5 тысяч рублей на один велосипед мы так и не узнаем. Но шутка удалась. И, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. И администрации города было бы неплохо вести специалиста по новаторству. Что касается полос для велосипедистов, здесь все законно. В стране должны появиться не только велосипедные дорожки, но и спецполосы, предназначенные только для велосипедистов. Водителям машин заезжать на них запретят. Обозначать такие зоны будут отдельными знаками и горизонтальной разметкой. Наконец-то государство сработало на опережение. Сегодня ни для кого не секрет, что количество машин в руках граждан нашей страны растет очень быстро. И все прекрасно понимают, что скоро существующая уличная дорожная сеть, она просто перестанет справляться с таким потоком транспорта. И люди уже сегодня пересаживаются на велосипеды. И то, что для них создаются условия для передвижения, конечно, это несомненно очень хорошо. Правда, теперь обладатели двухколесных друзей смогут двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, только если нет специальных зон для их движения. Детям-велосипедистам с 7-14 лет разрешено ездить только по тротуарам и велопешеходным дорожкам. Автолюбители не очень-то нас признают. И тем более, когда мы поедемся на дороге, могут возникать какие-то аварийные ситуации. Так же, как и велолюбители, в принципе, тоже не очень дисциплинированные. И могут создавать какие-то опасные ситуации для автомобилистов. Поэтому тут нужно, конечно же, заботиться о культуре. Поэтому я, наверное, лично буду немножко с опаской суваться на дорогу, на велосипеде. Этот же документ обязывает водителей мопедов предоставлять водительские удостоверения, ездить в шлеме, не занимать левые и средние полосы дорог. Кстати, теперь их, так же, как и водители автомобилей, будут проверять на алкоголь. А минусы в том, что, во-первых, велосипедисты, может быть, не все будут знать эти правила, будут проблемы. А поскольку автолюбители, они на права сдают, то есть они правила знают, права у них есть. Машина с техосмотром, и плюс еще у нас по городу пробки, это значит, будет еще больше пробок. Хорошо это или плохо, спорить бесполезно. Закон уже принят. Но когда появятся спецполосы на дорогах республики, пока неизвестно. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Евгений Анисимов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова